Привет всем! Меня зовут Владимир. Сегодня я хотел бы сделать маленький обзор для веломанов, в частности для электровеломанов. Обзор фары велосипедной, которая достаточно мощно светит. Мне она очень понравилась. Я решил рассказать вот о такой штуковине. До этого у меня была фара где-то 1300 люминов. Ну, скажем так, вроде как светило, но достаточно, скажем так, слабовато в плане того, что если едешь на большой скорости, то, соответственно, не успеваешь реагировать на те кочки, которые появляются перед взором. Потому что фару приходилось, скажем так, поворачивать чуть ниже, чтобы она была поярче. То есть света на самом деле не хватало. Так что имейте ввиду. И было принято решение заказать фару помощней. Сейчас 4500 люминов. Вот. Ну, в принципе, меня очень устраивает. Светит очень ярко. Сейчас, после того, как я расскажу маленькое предислое, мы пойдем на улицу и в полной темноте я вам покажу, как она светит, освещает какие-то сооружения с более-менее нормального расстояния, там 50-60 метров. Вот. Ну, непосредственно фара. То есть фара выглядит вот таким образом. Вот такая вот штуковина. Стоит 4 достаточно мощных диода. Вот. Фара питается, показать сейчас не могу, от аккумулятора, ну, где-то вот такого размера. Чуть больше фара такой аккумулятор квадратный. Он в таком чехле. Ну, он стоит сейчас внутри. Вот. Поэтому показать не могу. Ну, то есть там ничего такого замечательного нет. То есть чехол и квадратная штуковина. Вот. Вот таким образом. Значит, он заряжается. Вот здесь вот разъем. Зарядка вот такого плана идет. Вот эта вот штука. Сейчас покажу. Вот такой вот разъем. Все, втыкается. Заряжается от простой розетки. Вот. Ну, и все. Все. Потом соединяешь, зарядил, соединяешь и вперед. Вот. В принципе, ну, фара небольшая. Опять же, мне нравится, что она не громоздкая. Бывает там по три такие здоровые штуковины. Ну, как бы, вообще, мне по велику я старался сделать максимально все минимизировать. Лаконично, чтобы было. Вот. Посмотрите, как он смотрится на велике. Все. В принципе, он не бросается у глаза. Но свете даже днем очень ярко. Вот. Сейчас ставлю на паузу. Выходим в темноту и будем смотреть, как светит уже на улице в темное время суток. Так. Решил все-таки при свете включить его. Чтобы... Ну, при свете, посмотрите. Все моргает. Значит, три режима освещения. Первый мощный, второй в половину где-то меньше. И третий стробоскоп. Итак, поехали. Первый режим. Вот такая яркость. Вот такую точку дает на стену. Два метра в гараже. Здесь такое слабенькое освещение. Ну, как бы ярко. Вот. Второй режим в половину. Ну, и третий стробоскоп. Вот такая штуковина бешеная получается. Все. Теперь на улицу идем. Итак, сейчас мы на улице. Значит, расстояние... Будем светить на ворота. Расстояние порядка 20 метров. Так. Режим номер один. Самый яркий. Вот так это выглядит. Ну, на видео, конечно, то есть оно уменьшает яркость как-то. Видимо, как-то там подстраивается аппаратура. Но, на самом деле, ярко. Прям, ну, ворота очень нехорошо видно. Значит, режим на половину, который. И стробоскоп. 20 метров примерно. Так. Так, поехали на другой объект, который дальше стоит. Итак, сейчас поспорим еще один вариант освещения. То есть сейчас объект стоит деревянный сруб у меня на участке. Расстояние порядка метров 50. Итак, поехали, врубаем. Как видите, ну, то есть, видео, конечно, это уменьшает все это дело. Кажется, что тускловато. Ну, вот на земле сейчас запущу, видите, какое пятно. Очень яркое. Подальше, подальше. Вот сруб. Метров 50. Ну, вот забор могу светануть. Видите, как. На самом деле, бьет очень хорошо. Сечение, ну, широкое. То есть, как бы, большой, большой охват, в принципе, хватает. Чем-то напоминает автомобильную фару, даже я могу сказать. У меня на лексусе белый свет, ну, в смысле, этот, как его называют, то, блин, вылетело слово из головы. Ксенон, елки-палки. Ксенон. Вот он светит как-то вот, как-то так же. Ну, там две фары, конечно, ярче, но вот эта фара, она вполне достойно светит. Еще раз на забор. Очень яркое пятно. Так, ну и стробоскоп. Так, это в половину. Так, в половину еще покажу. Так, в половину. Вот так, на землю в половину. Вот так. И стробоскоп. Ну, вот, на забор. Шарашит, конечно, очень, очень мощно. Всем рекомендую. Обалденная фара, так что. Вот такая вот штука. 4,5 тысячи люминов, 4 светодиода. Ну, вот, в принципе, и все. А вот, всем рекомендую эту фару. Еще раз могу показать. Вот такая штука. Да, 7 вечера, может, не очень видно, но, в принципе, суть понятна, ясна. Так что, всем рекомендую. Покупайте хороший свет, потому что ночью, если ездить, я думал, не буду ночью ездить, но, на самом деле, ну, как бы, не раз ездил. Вот. В принципе, прикольно даже так ночью прокатиться, интересно. Вот. Так что, ставьте хороший свет. И не стесняйтесь, не стесняйтесь ставить его мощным. Ну, опять же, днем это очень сильно помогает. Потому что, яркий стробоскоп днем хорошо привлекает внимание водителей. Вот. Это для безопасности вполне, вполне необходимо. Поэтому, вот такая вот фигня. Так, ну, всем пока, ставьте лайки, кому не понравятся дизлайки, подписывайтесь, вот. Буду еще снимать какое-нибудь интересное видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok